Что, уже работаем? Я тут стирку затеяла Здравствуйте Тут вот на днях Снегурочка забегала Конфетами шоколадными угощала Пообещала в этом месяце Первый снег, вторую любовь и тринадцатую зарплату Наивная Когда она последний раз в декабре снег видела? Ну, мы-то конфеты у нее забрали, да, и отпустили С дедом А конфеты-то непростые оказались Смотрели фильм Чарли и шоколадная фабрика Так вот, тот самый Чарли у нас шоколадом затаривается И втридорого перепродают тамошнему Санта-Клаусу У нас есть специальный сюжет на эту тему Смотрим Уважаемые дети Не волнуйтесь Подарков хватит на всех Вот уже девятнадцать лет мы точно знаем, где найти сладости заморские до кренделя столичные И все потому, что мы честно отвечаем за новогодние подарки Перечень наших клиентов широк и не является тайной Санта-Клаус, Папа-Ноэль, Йоло-Пуки, Одиссан, Пер-Ноэль, Папа-Паскуаль Но и наш ВИП-клиент несравненный Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой Хотя мы и не пытаемся делать имя на именах наших заказчиков Нам достаточно той высокой оценки, которую они дают нам по результатам нашей работы Мы не первый год запрягаем тройку лошадей по этому маршруту Дети довольны А чего тут еще желать? Мы отвечаем не только за качество нашей продукции, но и за ее дизайн Для изготовления упаковки мы используем только натуральные материалы Металл, дерево, ткани, пластик, картон Мы укомплектуем новогодние подарки по вашему желанию Вы сами сможете добавить сувенир или игрушку с символом года Выбрать кондитерский набор и дизайн упаковки Только у нас вы не просто ознакомитесь с подарками, но и продегустируете их Как раз сейчас этим занимается одна очень известная внучка Пора подарков началась Только в компании Сигма вы найдете все От красочной упаковки до вкусного кондитерского набора Сигма с такими подарками в Деда Мороза даже взрослые поверят Экстренные новости приходят к нам из разных школ Ученики бунтуют и требуют на примере 73-й школы создать свое сколково в стенах Альма-Матер Мы полностью поддерживаем их стремление и надеемся, что крик души будет услышан Ну а пока с нами на связь входит моя коллега Она сейчас находится на открытии научного общества во всем известной школе номер 73 Лиза? Мы находимся у ворот школ номер 73 Здесь проходит уникальнейшее событие Открытие школьного научного общества Теперь-то у нас появится настоящий ученый Держись, сколково! И так свершилось Научное общество начинает свою работу Что же это такое? Это когда очень умные дети объединились И создали отдельное независимое государство Со своим уставом и документами Хотя в этой школе все предпосылки уже были Выигранные олимпиады, научные труды Но об этом лучше скажет директор школы Сегодня у нас торжественный момент Открытие научного школьного общества К которому мы очень давно готовились Идея его возникновения возникла уже давно Потому что в нашей школе ежегодно проходят Дети наши принимают участие в творческих конкурсах И занимают призовые места У нас есть победители олимпиад на Воробьевых горах в Москве Есть победители городских конкурсов, краевых И мы гордимся своими детьми Хотелось бы, чтобы они были участниками Школьного научного общества Мы проводим в школе большую часть своей жизни За это время можно, оказывается, не просто учиться Но и получить ученую степень Не только взрослых, между прочим, интересует будущее нашей страны Сегодня я стала научным членом общества Я очень тем горжусь Я думаю, что наша школа давно уже могла создать научное общество И мы к этому были готовы Мы создали это научное общество Так как, я думаю, что нашей стране немного не хватает этого Потому что детям надо на что-то тратить свое время То есть им надо чем-то заниматься Дети должны... Они записываются на ту секцию, которая им нравится То есть им нравится заниматься этим делом Это им по душе, можно сказать Я думаю, те, кто находится сейчас в этом зале Поднимут нашу страну на невероятную высоту Страна поднимется, можно сказать Я считаю, что это общество, которое создали, очень важно Лично я дополнительно занимаюсь алгеброй и геометрией давно уже И этот физико-математический кружок мне очень важен Дальнейшим ребятам это поможет при поступлении Я считаю, что создать такие кружки давно уже была пора И школа сделала мудрость, так что сделала Я уверен, что все, кто сейчас находится в этом зале Это будущие ученые умы для страны Смотритесь в эти лица Возможно, это будущие Ковалевские и Эйнштейны Возможно, именно в эту минуту В этих светлых головах Рождается таблица Менделеева номер 2 Мы все мечтаем, чтобы в нашей школе детям было интересно учиться Преподавателям интересно учить К достижению мечты ведут разные пути Их множество Но главное найти общее дело Это были школьные новости в одной школе в одном городе С вами была я, Лиза Прямо с места событий из 73-й школы Спасибо, Лиза, за познавательную информацию Теперь независимые государства будут не только на карте мира Но и на карте нашего города А сейчас я обращаюсь к нашим маленьким телезрителям Далее будет блок рекламы Во время которого ваши родители поспешат записать телефоны Одной из ведущих стоматологий города А вы в это время тихонечко приберитесь к семейному компьютеру Найдите в нем фотоархив Среди прочих фото отыщите себя И смело отправляйте нам на этот электронный адрес Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, Игорек, ты был первым С чем я тебя и поздравляю И надеюсь, что мы сможем смело показывать твои фотографии в эфире Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Уважаемые взрослые От ботинок до макушки изучают нас игрушки Здесь у всех свои мечты А в какой из них есть ты? Игрушка для ребенка во все времена считалась незаменимым другом детства Доказано, что фантазии и умственные способности малыша лучше развиваются Если его окружают яркие разнообразные предметы, с которыми можно играть Что чаще всего дарят детям на праздники? Что чаще всего малыш просит ему подарить? Ну конечно же игрушки, у каждого ребенка есть своя любимая Вот у меня, например, в детстве был любимый плюшевый друг Миша И что я только с ними делала? И одевала его в разные платьицы, и кормила, и сказки ему рассказывала И как ты только жил без меня? Я даже не догадывалась, какая интересная история жизни была у моего любимого плюшевого медведя Как ни странно, она связана с политикой, а именно с президентом США Теодором Рузвельтом Который однажды на охоте пощадил медвежонка Это событие было отряжено в газетных карикатурах Одна из которых попалась на глаза Морису Мичтому, владельцу магазина игрушек в Нью-Йорке Его жена изготовила первого игрушечного медвежонка по образу и подобию персонажа карикатуры Медвежонок был установлен в витрине магазина и в честь президента США получил имя медвежонок Тедди Сокращенный вариант от имени Теодор Мишка тогда сразу завоевал любовь покупателей, да и по сей день имеет огромный успех в магазинах игрушек Конечно, современный Тедди весьма далек от оригинала Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались Игрушка для ребенка – это первая примерка мира Все познается в игре Знакомить ребенка с миром животных можно и нужно через игрушки Но в огромном выборе плюшевых зверей так легко растеряться Ведь каждый из них хочет обрести хозяина Искаковая лошадь Маруся, и пушистый кот Матвей, огромные медведи Панда И хмельная от меда пчела Ой, и даже такая редкая птица Чтобы никого не обижать, заведите в детской комнате вот такой вот живой уголок Крутые игрушки – это хорошо, но все всегда начиналось с простого Самой первой твоей игрушкой, конечно, была погремушка Как хорошо быть сегодня ребенком, как трудно быть сегодня ребенком Такой огромный выбор игрушек Находясь здесь, я в первый раз пожалела о том, что я уже выросла Или еще не выросла А кролик ему говорит Ты будешь есть морковку? Нет, я не буду есть морковку А ты будешь есть морковку? Спонсор нашей программы – салон красоты «Розовая пантера» Ну что ж, а на сегодня это все Берегите друг друга и пусть вам обязательно скажут «Батюшки, да у вас двойни» С вами была программа «У вас появился ребенок» Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»